Потребительская корзина может потерять в цене. В Министерстве труда предлагают перестать считать ее стоимость. Это произойдет, если в России внедрят новую методику установки прожиточного минимума. Такой закон сейчас обсуждают в Госдуме. Посмотрим, чем все это кончится. Ну а пока сходим за покупками в один из новолингойских супермаркетов. На вкус и цвет товарищей нет. Кто-то любит яблочки, а кто-то жить не может без куриных котлеток. Интересно, что любят все, кого любят миллионы? Если бы не яблочки, мир никогда бы не узнала Беркюли Пуаро. Его автор, создательница, писательница Агата Кристи поглощала свои любимые фрукты килограммами. Тимаук творчества стоит на этой неделе 86 рублей 29 копеек за килограмм. И вот они, яблочки уже упакованные, распасованные. Именно их мы и возьмем. Иван Грозный славился не только своим суровым нравом, но и большой любовью к огуречному варенью. Килограмм огурцов стоит на этой неделе 68 рублей 99 копеек. Отварной картофель обжарены в масле. Наверняка вы хотя бы раз его пробовали. Самое интересное, что это блюдо придумал Пушкин. Поэт картошку просто обожал и однажды совершенно случайно сотворил новый рецепт. Блюдо так и назвали картофель по-пушкински. По 23 рубля 9 копеек за килограмм. Главный мировой революционер Фидель Кастро имел одну маленькую слабость. Он обожал мороженое. И даже построил на Кубе огромный завод по производству холодного лакомства. А чтобы обеспечить кубинцев натуральным продуктом, решил вывести особую породу коров размером с собаку для содержания в квартирах. Но что-то пошло не так. Все-таки хорошо, что у нас есть возможность покупать молоко в супермаркетах по 51 рубль 49 копеек за литр. Сладкое любят многие, но у некоторых эта любовь превращается в настоящую манию. Николай Васильевич Гоголь постоянно носил в карманах сахар и леденцим. Собирал то, что осталось после чайпития. 57 рублей 49 копеек стоит на этой неделе килограмм сахара. Однажды Пол Маккартни услышал во сне мелодию и написал «Естедэй». А вот с текстом возникли проблемы. Автору не пришло в голову ничего лучше, как срифмовать в одной строчке слова «яичница-болтунья» и «ноги». Получилось что-то вроде «яичница, а у какие у тебя прелестные ноги». Десяток яиц стоит сегодня 49 рублей 49 копеек. Кок-авин. Петух в вине. Это блюдо появилось благодаря Наполеону и Цезарю. Говорят, она довольно сложная, но очень вкусная. Наша курочка стоит 115 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось купить растительное масло и все, можно идти на кассу. Вряд ли кто-то будет есть его ложками, но растительное масло – основной компонент так любимого многими майонезом. Французский соус привезли в СССР в 30-е годы и тут же открыли собственное производство. Первую партию продукта отвезли на пробу Сталина. После одобрения народного вождя включили в продуктовые наборы, которые выдавали по карточкам. 76 рублей 99 копеек за литр. Все-таки стабильность – это хорошо. 530 рублей я потратила на продукты в прошлый раз, а в этот раз тоже 530 рублей. Юлия Пегушина, Феликс Расихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.